Вот эта нежизнеспособность России, духовная нежизнеспособность, она превращается в мстительность. Почему другие жизнеспособны? А мы вот так, у нас не получается. Значит, они виноваты. Им надо дать по голове, по зубам. Вот что и постоянно обещает руководитель России. А мы им дадим по зубам. Террористы просто выжидают, когда этот проклятый, прогнившись согласно им демократический мир, упадет и воцарится мировой терроризм. Тогда пойдет, конечно, война уже между террористами как государствами. И, наверное, это будет конец этого мира, если исчезнет цивилизация, которая еще верила в демократию. А если будет вера только в силу и в запугивание, и в террор, и в средства террора, включая и прямую войну, включая психологическую войну, и что угодно, может быть, даже какую-нибудь вирусологическую войну, как истребить побольше людей. И, ну, тогда и цивилизация, и вот это человечество на нашей планете и пойдет на самоликвидацию. Мало кто хочет об этом думать, все так по-детски смотрят. Вот временно мы тут еще повоюем. Хотя уже давно была пора понять, что, когда пришла эпоха термоядерного орудия, то уже не повоюем. А, может быть, прикончим себя. По частям. Еще как-нибудь. Ну, некоторые верят, что они с этой планеты полетят прямо к Аллаху, и там будет полное счастье. Даже правитель России где-то сказал мимоходом, что вот мы-то пойдем в небо, а они в ад. Значит, хорошо, ребята. Давайте все ликвидируем друг друга. Нам будет лучше. Мы будем в небе. Как будто Аятулла какой-нибудь так сказал. Ну, вот в Кремле тоже так что-то похоже на Аятулла. Как вы оцениваете вот эти последние события вокруг Афганистана? Что вообще происходит? Мы в недоумении и ошарашены? Не почему. По-моему, все логично. Афганистан – это еще один тест. Один тест, может быть, ну, и для демократии в Европе и Америке, и вообще даже для той легенды, которая культивировалась Кремлем, ее назвали Евразией. Это такая мечта о Евразии, которой, конечно, будет править Россия. Она уже отличалась от сталинской чепухи «Москва-Пекин». Вот тогда была песня, я еще ее помню, я хористом, может, даже и пел, или, по крайней мере, это было в программах «Москва-Пекин». «Москва-Пекин» – вперед идут, идут народы. Сталин и Мао слушают нас. Вот это я помню, да? Чуточку от этого уже отошли, но не в ту сторону, как бы хотелось сталинцам. А Мао слушает нас. А наследники Сталина уже не справляются с проблемами. А Мао провозгласил тоже свою программу, что мировая деревня покорит мировой город. Вот это надо понять. А мировая деревня – это та сила, которой будет руководить Красный Китай. Все эти ущемленные, подавленные, постколониальные народы, и Китай будет их вести против мирового города. А этот город, по-моему, будет включать не только Америку, но и Москву. Вот наша перспектива, так, в крупном плане. Наша и таких стран и народов, которые поменьше, но нам некуда деваться. Мы в той же системе, на этой достаточно небольшой планете. Хотя Стефан Хокинг уже предвещал, что надо ориентироваться на другие планеты. Вот Маск там еще, уже пытаются они найти какие-то способы, как переселяться на другие планеты. Это слишком много времени надо для этого. Но цивилизация на этой планете рухнет быстрее. Но Господь Бог еще есть. Может быть, Господь Бог и посылает эти предупреждения в плане все более страшных мировых катастроф. И, конечно, в плане изменения жизни на самой планете в связи с повышением океанов и растоплением полюсов. Когда там на севере России будет каша и болото только, откуда они будут черпать даже последние капли энергии. И поплывет народная масса на другие пределы искать спасение. Так как сейчас в Европу, как в рай, тянут эти беженцы из Ближнего Востока или из мусульманских стран, Пакистан, из Афганистана сейчас потянут люди. Они, конечно, ищут возможности продолжать свое существование, а может быть, даже лучшее, лучшего качества. Эти беженцы из Ирака, из Курдистана, они все мечтают потому, что им так сучили, что они едут в Германию, а там все даром. Это земной рай. И они, когда оказываются в Литве, на границе, они целуют землю и кричат «Germany, Germany!». Они вроде уже в раю. А никакого раю нет. Потому что и Польша, и Литва, и Латвия, они не хотят такого массового наплыва. А этот наплыв проектируется как оружие. Как оружие разрушения. И этот проклятый западной цивилизации и проклятого Евросоюза. Евросоюз ведь официально провозглашен врагом России. Ну, врага надо разрушать. И вот здесь какой-то парадокс получается, потому что все это время, когда я занимаюсь проблемами Ичкерии, и я разговариваю с чеченскими демократами, которые хотят совсем другого развития для чеченского народа, которого хотел Джохар Дудаев. Но именно этим людям не дают слова. Все делают для того, чтобы образ чеченца был именно привязан вот к образу этих самых радикальных мусульман, чтобы все их боялись. И ни в коем случае не видели Ичкерию как просто вот такое демократическое государство. Для чего это делается? Это намеренно так, что ли? Ну, нельзя сказать, что она была просто демократическим государством, но она была на пути к этому. У Джохара Дудаева было видение, и было, ну, какой-то идеал вот такой европейской и права человека уважающей Чечни. Конечно, мусульманской, но не исламистской. Поэтому, наверное, исламисты тоже его не хотели. А тем более не хотела Москва, ну, такая имперская Москва. Было там довольно-таки много еще людей, поддерживающих Ичкерию, ну, даже в принципе, поскольку, ну, демократы должны быть за демократию, а не за империю. Но новая власть после Ельцина распорядилась, чтобы перепутать все мозги и размыть все так разделительные линии между добром и злом, между демократией и тиранией. Убедить народ, что тирания лучше, поскольку так называемая демократия все развалила. А вот тирания приведет к блаженству. Как-то не привела почему-то. Конечно, виновников всегда можно найти или капиталистических, или американских, или каких-нибудь еще дьявольских. Но от этого ничто не меняется практически, что ты показываешь пальцем на так такого мнимого виновника. А то, что ты сам сделал, а ты сам не способен. Просто не способен. Я помню такой маленький шуточный анекдотик советского времени типа Армянского Ради или чего-то там такого, когда начальство Москвы, может быть, еще Сталин, призвали руководство идеологическое и государственное и экономическое. Почему мы не можем сделать вот это, это, вот на Западе все это делают, а мы почему не можем? Ответьте. А не отвечали в испуге, мы можем, мы все можем сделать, только не получается. вот почему-то не получается, а получается обратное, получается чертовское. А почему получается чертовское? Что-то есть, ну, из из поганина сущности. Нет человечности. Человечность трактуется как слабость, а сила в культе. Знаете, я когда говорила с Ахмедом Закаевым, первое, что я сделала, я принесла извинения за Россию. Он говорит, что первый человек был Литвиненко, вот вторая ты. Больше никто никогда не просил прощения из русских у чеченского народа за геноцид. И для меня это, конечно, вообще не укладывается в голове, и я стараюсь говорить вот с русскими, хотя бы, я не говорю уже путинскими, которые живут в России, я говорю, хотя бы уже те, кто против Путина, я пытаюсь с ними как-то говорить, убедить их, что только покаяние, только надо просить прощения у этих народов от русских, от имени русских, но этого вообще не происходит, они даже не собираются этого делать, они считают, что бороться с Путиным надо как-то там говорить о коррупции, но они не говорят о том, что Россия уничтожала столько других народов и продолжает уничтожать. Как вы считаете, вот это покаяние российского народа, оно что-то принесло бы, если бы оно началось? может быть, но вряд ли оно может наступить, поскольку сознание или остатки какого-то сознания в этом народе, они загнаны в такие схемы, ну, не жизнеспособные. Вот это не жизнеспособность России, духовная нежизнеспособность, она превращается в мстительность. Почему другие жизнеспособные, а мы вот так, у нас не получается. Значит, они виноваты. Им надо дать по голове, по зубам, вот что и постоянно обещает руководитель России, а мы им дадим по зубам. А как себе дать по зубам? Ну, это даже не приходит на мысль. Сахарову это бы пришло на мысль. И вот тогдашним российским демократам. Афанасьев был такой великолепного духа, глубоко мыслишения. Я говорю уже о покойном ныне Ковалеве. Ковалев принес извинения перед литовским народом, перед Литвой, от имени России. Вот то, что вы говорите, что хоть бы кто, что хотя бы лично, хотя бы группы понимают. И это не то, что кто-то должен унизить себя. Они там все превратно толкуют, что извинение это самоунижение. Это не так. Это даже самовозвышение. Если ты отходишь от преступлений и от ложного понимания бытия людей и народов на этой планете. а ложное понимание это то, что превалирует. Это власть, владение, господство. И Россия тут имеет очень глубокие такие стержневые наследственные пороки господства. Как цари Иваны провозгласили, что Россия должны принадлежать земли до всех морей. на восток и на Тихом океане свой закончили поход и на запад конечно тут какая-то Литва, Польша там объединенное государство Республики еще мешало экспансии. А следующее это Германия. А Германия покоряется постепенно тоже. Духовно покоряется очень успешно даже. Против России ничего нельзя. Сопротивляться России не надо. Потому что она права. При всем том злом, что она творила все равно она права. И Германия не вправе критиковать Россию. я с этим встречался. Это было удивительно. Как можно покорить даже с медалью за покорение Германии. А за покорение Европы какую большую медаль будут давать. Если не помешать старши брать там дальше на востоке. Если они скажут давайте ребята выпределим. Сейчас мы будем уже решать кто кого берет и за сколько. Вот сейчас Путин будет какие-то действия предпринимать? Как вы думаете шаги по отношению к Украине? Ну он все время этим угрожает. и надо понимать что Украина это очень большой тест для России конечно но и для Европы это тест потому что если Европа не поддерживает Украину и как бы отдает ее на покорение России то Европа гробит сама себя и духовно и геополитически тут есть как будто возможность и перспектива для Европы строить европейскую демократию также в направлении Востока и тех народов которые на Востоке Европы хотят быть европейскими как Украина но Европа должна определиться хочет ли она этого или Европа согласилась бы но если не разозлиться Россия Россия это Путин и Кремль если нам же то же самое говорили мы вас поддерживаем вы имеете право на свободную государственность но сначала договоритесь с Горбачевым вот то же самое сейчас сначала договоритесь с Путиным и Украина а если не договариваетесь и там кровь льется и вас истязать может быть вы сами виноваты вы не умели договариваться мы это слышали много раз что-то вы не умеете договориться а когда я отвечал на это я помню свой ответ а как договориться с глухим и немым который просто и не слышит и не хочет тебя слышать а тебе предлагают с ним договориться по хорошему так что дураки которые предлагают это или прикидываются дурачками это очень возможно легче прикинуться и свалить вину на кого-то кто не умел договориться по хорошему с царем в Москве вот то что Литве удалось 30 лет назад вырваться да и это все таки было не гарантировано благодаря вашим усилиям да вы как-то так у вас получилось да а вот можно в деталях то есть это ведь не означает свобода что завтра кто-то придет и скажет знаешь вот теперь ты свободен давай выходи то есть за это надо бороться как-то еще надо какие-то шаги делать ну надо прежде всего желать этого бороться это уже второе шаг если ты не желаешь то не за что бороться а если ты желаешь и тебе не позволяют реализовать то что есть твоим правом и даже может быть правом данным самим Богом как Иоанн Павел Второй говорил полякам когда он приезжал переехал впервые раз уже в качестве римского папы не забудьте что вы дети Бога это означало что вы не внуки Ленина не дети священной партии а вот это даже в детских садиках внушалось я помню песенки мы внуки Ленина а тут римский папа говорит нет вы дети Бога это что-то совсем существенно другое если какой-то дядя тебя наказывает как свою собственность то может быть он не прав Бог не велит этого можете рассказать вот вы перед нашей съемкой говорили про этот форум на который приехали министры стран Балтии и как сначала их пригласила Франция а потом сказала что извините ваше присутствие не жилось это сейчас настолько актуально по отношению к депутатам демократам Эчкерии независимой Эчкерии что вот расскажите пожалуйста как это было с Литвой может быть это будет какой-то параллелью и мы извлечем уроки из этого ну что параллелью было то что такой положительный курс развития событий и понимания был в нашу пользу тогда а что касается Эчкерии наверное сыграл свою роль этот перепуг который как-то тоже умно навязывался западным демократиям не дай бог Советский Союз развалится я помню это для нас это было странно почему если тюрьма разваливается почему это плохо сейчас этот развал тюрьмы назван величайшей трагедией человечества конечно это слова тюремщика для него это трагедия но это навязывается так сказать широкому пониманию что плохо что тюрьмы нет если тюрьма где-то возрождается то может быть и не так уж плохо вот пожалуйста откуда идет это зло зло отрицания основных прав человека и народа быть собой определяться и во имя добра строить свою жизнь и свои отношения конечно тебе будут говорить что ты злостный злоумышленник что ты хочешь свободы для того чтобы наносить зло кому-то но обычно это говорят те которые и наносят зло и они перевертывают все как им удобно но имея в своем распоряжении могущественное СМО кто владеет СМО владеет умами а кто владеет умами может владеть и народами и территориями даже в полном объеме СМО это средство массового оболванивания вот владеть СМО это Россия умеет она с этой задачей справилась при нынешнем ну наверное вечном руководстве насколько Господь Бог или природа позволит у и нынешнем природа не Субтитры создавал DimaTorzok